Я вообще даже не знаю, с какой стороны к этому подходить, но выглядит внушительно. Для вас, наверное, опытных нет, а для меня да. Данное видео содержит размышления автора. Автор оставляет за собой право ошибаться, а также менять со временем свою точку зрения. Приятного просмотра! Короче говоря, сегодня интересный день. Вышел со мной на связь мой старый кореш. Вот, он у нас мариман. Лодками занимается там, ну, в общем, всем, что плавает, а точнее ходит, да, плавает кое-что другое. А то у меня сейчас мариманы начнут помидоры гнилые кидать, за такие слова. Так вот, предложил он мне попробовать поплавать сегодня на САБе. Это, может, я неправильно называю, но это типа доска такая интересненькая. То ли из пенопласта, то ли бог знает из чего. И на ней типа веслом грибуч. Я понимаю, что насколько я старая безграмотная скотина. Вы все это уже все знаете, и все наверняка плавали. Вот, а я никогда. Поэтому мне речь очень интересно. Плюс, заодно, есть возможность встретиться со старым знакомым, я бы даже сказал, другом, которого очень давно не видел. Еще из прошлой жизни, когда я был тренером по боевым искусствам. И когда жизнь моя была совсем другой. Наслаждаюсь визором. Не знаю, звук, наверное, как в бочке. Зато так темненько, хорошо, потому что солнышко херачит. У нас температура 30 с лишним. И это уже вечер после работы. Днем было хуже. А чего я туплю? У меня же здесь разрешающий знак. Чего я туплю? А? Вопрос. Вот бывает. Вот я говорю насчет температуры. Температура высокая. Мозги туго очень работают. Ух ты. Зато у нас зеленый свет. Это мы проскочим и не будем стоять на этом светофоре, который я очень-очень сильно люблю. В кавычках, конечно же. Ветер прямо обжигает. У нас реально горячо. Из минусов вообще происходящего, это то, что само плавание я не сниму на видео. Потому что так получилось, что поскольку акция не запланированная мной, у меня с собой нет крепления для экшн-камеры не на шлем. И нет боковой заглушки для камеры, которая делает ее влагоизоляционной. Вот у меня неродная гоупрошная заглушка. Ну, так получилось. Так надо, чтобы звук писать. А родной с собой нет. Поэтому придется, так сказать, поснимать обзор на все это мероприятие. Но, так сказать, само хождение по волнам в кадр, наверное, не попадет. Так как утопить камеру за такие деньги, вот, очень бы вообще не хотелось, аж ни разу. Так что у нас дальше? Первый поворот направо. И вот он уже близок. И вот нам прямо сюдыть. Так, а где бы мне здесь приткнуться? Вот так. Ну что, братка задерживается. Я пока успел сходить попить кофе в предвкушении. В двух предвкушениях, на самом деле. От встречи со старым другом, вот. И вот предстоящие поплавушки. Проведу я здесь, правда, времени немного. Потому что в планах все-таки сегодня попасть домой. Поэтому еду я сюда, ну, максимум часов восемь. А сейчас уже пол седьмого. Так что все будет недолго. Прикольно. Пробоишь на эту? А почему бы и нет? Какая у меня разница, если мне не с чем сравнивать? Блин, прикольно. Оказывается, вот мой замечательный знакомый, это тот самый человек-легенда, который с сумкой Глова плавал, в общем-то. И вот этот видос, который вы все видели, вот это он. Лицо показывать не буду, если сам не захочет. Вот так вот. Ах, ух ты ж, ё! Предупреждать надо, что здесь так нестабильно. Так, дальше я вложу камеру, потому что водозащищенного крепления у меня нет. И делиться эмоциями буду уже на берегу. Увы, снять от первого лица не получится. Так как боюсь, останусь я без гоупрошки. А этого бы очень не хотелось, стоит дорого. Блин, было круто. Ноги болят. Он отомстил мне человек за то, что у него от меня ноги болели в свое время. Теперь у меня от него болят ноги. Нет, на самом деле очень классно, очень прикольно. Я, оказывается, кстати, узнал, что они надувные бывают. И большинство из них надувные. Я был уверен, что цельная конструкция. Чувствую себя идиотом. Потому что, ну, вот сколько видел, все время думал, что их просто привезли в багажнике, там загрузили как-то на крыше и так далее. И возят. Но есть и такие. Ну, блин, я когда увидел, что он накачивается, я в шоке. Нет, просто возят в надутом состоянии, потому что накачивать до... Кстати, а ты не против, если ты в кадр попадаешь? Да нет, не против. А, я на всякий случай, я просто тебя, да, не показываю, потому что, ну, как бы, мало ли. Вот, человек-легенда, как выяснять. Самый легендарный главер в мире. Бодный. Нет, самый бодный, да. Самый легендарный, да, самый легендарный, это негр, который в стрингах ходил, заказы разносил. На полном серьезе было такое. Ну, я думаю, что он не из-за заказов этим занимался. Да ты тоже не из-за заказов этим занимался, как выяснился. Но другу помог, это вообще очень круто. Ну, не оградал. Своему другу помогал. Да, эмоции зашкаливают. Теперь у нас экскурс по нырянию. На недалеко. Потому что, потому что вот так. А я все еще отхожу от того, что штука надувная. От эмоций. Ноги еще до сих пор дрожат. И что самое интересное вообще во всем этом. О, пошел пловец. Да, и что самое во всем этом интересное. То, о чем... Ну, блин, из головы вылетел, что самое интересное. Забыл. Давай. И пока мы ждем, пока вынырнет голова где-то в неизвестном месте. В неведомом. И вынырнет ли. Человек давно на воде. Он умеет хорошо нырять. И, в общем-то, вынырнуть может неожиданно. И не там, где ждешь. Так что я хотел вообще сказать. Про САП. Про САП, про САП, про САП. Точнее, про Сашу. И что самое интересное, то, что вот... Он же как бы... Вот это случай с Глобом. Он был не просто так. Случай с Глобом был. Почему? Потому что он таким образом у компании Глоба смог получить денег на операцию и на лечение для своего друга. То есть, это реально очень круто. Видео было постановочным. Он не курьер. Но очень крутой пацан. Не, это, конечно, не встать. Прям вот интересно. Вот эти очки, ты в этой воде что-то видишь реально? Потому что вода так-то не самая чистая. Минус очков в том, что глубоко нырять в них нельзя. Но давление внешнее, да? Проминаем. Ну да. Глаза в даму конкретно. Все, знаю. Блин, обалденный вечер. Обалденно приятно было встретить бывшего ученика. И просто невероятно круто попробовать поплавать на САПе. Это просто реально чума. Огонь, пушка, гонка. Я не знаю, как это еще назвать. Жалко, видео на воде не снял, конечно. Но, как я уже говорил, заглушка, которая делает камеру герметичной, у меня не с собой. Для гоупрошки была. Поскольку не планировалась такая поездка. А так, конечно, рисковать гоупрохой не хотелось. Вот такие у меня замечательные друзья. На самом деле, это мой бывший ученик. Я когда-то работал тренером. Очень рад, что с ним все в порядке. Сейчас это, в принципе, радует, когда видишь. Редактор субтитров А.Семкин